МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Школа-студия Татьяна Овсянниковой. Room and Kitchen Bar. Салон красоты Персона. Медицинская клиника Саната. Центр психологии и йоги Гималайи. Аэрокомплекс Первушина. Модельное агентство Статус. Фотограф Илья Немков. Веревочный парк Гамми. Французская диета, кофе-секс и сигарета. Но нашим участницам она не подходит. Поэтому мы приехали в кафе-бар Room and Kitchen, где наша героиня Лику, замечательный шеф-повар, научит готовить вкусное и, самое главное, здоровую пищу. Добрый вечер, Лика. Сегодня мы с вами приготовим два блюда. Первое блюдо – это будет салат с куриной грудкой, апельсином и моцареллой. И второе блюдо будет филе трески, запеченное с овощами. Начнем мы с вами с трески. И пока будет готовиться горячее, мы с вами сделаем салат. Для приготовления трески с овощами нам понадобится сама треска филе, цветная капуста, брокколи, помидоры, сладкий болгарский перец и баклажаны. Приступим. Готовится на самом деле все очень быстро и просто. Для этого начинаем. Порежем помидорки. Повторяйте за мной. Порежем помидоры. Мелко резать не будем, все сделаем крупно. На четыре части. Польем противень маслом. Готовим мы с вами на две порции. Укладываем помидоры. Вот так вот. Укладывайте. Рядышком. Добавляем брокколи. Все укладываем хаотично. Я вот вам дам цветную капусту. Вы рядышком с брокколи укладывайте капусту. Для кого готовите, Домалика? Для себя люблю. Только для себя? Да? Даже не для кота? Я не люблю. Не любите? Хорошо. Так, далее порежем болгарский перец. Давайте я вам покажу. Порежем перец колечками. Мы болгарский перец уложим сверху рыбы. Сверху филе наши трески хорошие, замечательные. Теперь сама треска приступаем. Овощи солить мы не будем с вами. Мы посолим только рыбу. Давайте вот так вот уложим филе трески. Повторяйте. Чтоб вы дома смогли все это сделать. Для себя любимой. Теперь мы посолим. Вы любите перец? Да. Черный? Значит, поперчим еще. Это вам предоставлю я сделать самой. Это была плохая идея. Я очень люблю перцать. На свой вкус делайте. Солите, перчите. Просто нажмите ее и все, прокиньте. Все. Теперь приступаем к нарезке баклажана. Баклажан мы режем колечками. Желательно не толстыми. Где-то по 3-4 миллиметра толщиной. Так? Да. По 3 колечка на порцию сделаем. Угу. Укладываем, давайте вот так вот уложим, 3 колечка, баклажаны. Сверху болгарский перчик. Ага, очень хорошо. Еще польем сверху немножко маслом. И отправим запекаться в духовку. Все очень быстро и просто. Давайте придумаем название для нашего с вами блюда. Потому что это просто простая импровизация. Как вы назовете, так оно и будет называться. Угу. Ну, подумайте. У меня вас спонтанно учить. Для кого вы готовите? Для себя? Угу. Ну, давайте назовем рыбу для себя. Хорошо. Отправляем мы нашу треску запекаться в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Лика, теперь мы приступаем к приготовлению нашего салата. Для этого нам понадобится лист салата, апельсины, мякоть апельсина, отварная куриная грудка, сыр моцарелла и кедровые орехи. Приступим. Готовить будем вместе. Лист салата мы будем резать не ножом, а порвем мы с вами его руками. Давайте вот так вот рвем в общую миску. В общую миску рвем лист салата. Теперь добавим мякоть апельсина. Это очень крупно. Давайте порежем ее пополам. Добавляем к нашему салату. Очень хорошее будет сочетание куриной грудки, апельсина, сыра и орешков. Так, добавили мы с вами апельсины. Теперь добавляем куриную грудку. Грудку мы будем резать тоже крупно, но мы ее будем делать вот такими вот повара, называть это слайсами. Вот такими небольшими, не толстыми, да, тоненькими слайсами. Добавляем сюда. Добавили. Теперь нужно это все дело перемешать. Отжимать не нужно, просто хорошо, легко перемешать. Теперь будем делать сервировку. Укладываем. Здесь у нас на две порции. Делим пополам и укладываем горочкой на каждое блюдо. Вот так. Серединку. Укладываем горочкой. Вам нравится сочетание цвета? Ну да, это ярче. Вам еще больше понравится сочетание вкуса? Велика. Теперь дальше у нас идет сыр моцарелла. Сыр моцарелла мы нарежем на четыре части. Чтобы не было мелко. Для чего не мелко, чтобы было видно сам продукт в нашем блюде. Вот ваше. Теперь дело с заправкой. Как вы думаете, что это? Захоже на молоко. Нет. Вы когда-нибудь видели салаты заправленные молоком? Нет, поэтому смотрю очень странно. Это натуральный йогурт. Это обычный натуральный йогурт. Низкокалорийный. Заправляем наш салат йогуртом. И последний штрих. Все сыпем кедровыми орешками. Можно. Любите кедровые орехи? Да, очень. Сыпьте все. На две порции. Замечательно ли как? Все готово. Наш салат готов. Можно приступить к дегустации. Лика, ты говорила, что твое любимое блюдо – курица с чесночным соусом, сливочным. Но тебе его нельзя сейчас употреблять. Надеюсь, это блюдо можно? Я думаю, да. Что здесь в составе? Листья салата. Это можно. Это тоже можно. Грудка вареная. Тоже можно. И сыр моцарелла. И кедровые орехи. Встречательно. А с чем все это? Заправка. Обезжиренный неопыт. Ой, обалдеть. Скажи, а сложно готовить? Да на самом деле нет. Особенно, когда рядом такой замечательный шеф-повар. Ну что, оценим искусство, шеф-повар и твое. Я обожаю сыр моцарелла. Оно больше нравится, что здесь кедровые орехи. Здорово. Ты знаешь, что больше всего мне нравится в этом кафе-баре, что, ну, во всяком случае, я не знаю, что подают здесь гостям, но все, что готовит шеф-повар, все готовится очень просто. Я люблю, когда блюдо простое. Я не люблю много времени проводить на кухне. Для меня это просто катастрофа. Боже, как это выглядит. Пожалуйста, приятного аппетита. Потрясающе. Боже, а какой аромат. Обалдеть. Ну, еще одно замечательное блюдо. Расскажи, пожалуйста, что в его составе. Это здесь треска, помидоры, брокколи, цветная капуста, баклажан, перец болгарский сладкий. Готовится так же просто, как и все его любые? Больше просто. Я удивилась, почему очень красиво получилось. Да. Когда несли, я подумала, что что-то прямо такое нереальное, фантастическое. Я думаю, что на вкус оно такое же. Ну, печеная рыбка – это всегда, конечно, вкусно. Расскажи, а ты любишь готовить рыбу дома? Как часто ты это делаешь? Как раз-таки я именно люблю печь рыбу. Потому что жареная рыба – это очень много масла. Я, в принципе, не люблю сильно жирное, когда вот при всем масле. А я вот чаще все-таки жарю. Никогда не запекала рыбу, надо будет попробовать. Я люблю жарить. Я люблю рыбу на пару, я люблю дораду на пару готовить, либо печь. Дорада – очень вкусная рыба. Кстати, мы ее здесь уже готовили. Ну вот. У меня именно любовь такая к дораду. На пару я ее, когда готовлю, я прям ее полностью с солью засыпаю. Ты прямо на пару готовишь, не запекаешь? Если на пару готовлю, сильно солью посыпаю. А зачем? Мне нравится, когда она прям солью пропитана. Я в чешуе ее готовила. Она берет ровно столько, сколько она должна взять с солью? Да, главное, чтобы она в чешуе была. Вот. А если запекаю, то она тоже очень вкусная. На настроение. Ты сказала, что ты сейчас готовишь все время на работе. Скажи, в какое время я обязательно приеду попробовать? На работе я рыбу стараюсь не готовить. Запах жареной рыбы мало в удовольствии людям доставляет в окружающем. Раньше мы все праздники, дни рождения, детские дни рождения, день рождения мужа и мой праздновали дома. Для меня это был день траура, а не праздник, потому что я начинала с утра готовить и до самого вечера. Вечером я встречала гостей уже совершенно такая убитая, уставшая, еле волокла ноги. Но, конечно, там о том, чтобы произносить какие-то тосты или выслушивать, не было речи. Сейчас я все это делаю в ресторане. Нам уходит намного больше, намного меньше времени на это. И зато я встречаю гостей всегда лучезарной улыбкой. Я знаю, что следующий праздник мы проведем здесь, Room and Kitchen. Тем более я лично знакома с шеф-поваром. Здравствуйте, с вами я, Хафизова Ольга, и рубрика «Секреты похудения». Если вы безумно любите сладкое и не представляете без него своей жизни, присмотритесь к самым обыкновенным помидорам. Да-да, тем самым, которые прямо сейчас есть в большом изобилии в любом магазине. Они могут быть оранжевые, желтые, красные, они могут быть соленые, они могут быть свежие. Как вам нравится, как вы любите. Дело в том, что регулярное употребление помидор приводит к тому, что ваша физиологическая тяга к сладкому будет постепенно, постепенно, постепенно уменьшаться. Более того, в этих замечательных ягодах, кстати, на секундочку, это действительно ягоды, содержится еще ряд веществ, которые буквально сжигают жиры в вашем теле. Это идеальный продукт, если вы следите за своей фигурой и хотите избавиться от пары лишних килограмм. Всего доброго! Фитнес нового поколения Фит Икс Боди Велнес Слим Клаб Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова Школа-студия Татьяна Овсянниковой Рум энд Китчен Бар Салон красоты Персона Медицинская клиника Саната Центр психологии и йоги Гималайи Аэрокомплекс Первушина Модельное агентство Статус Фотограф Илья Немков Веревочный парк Гамми Модельное агентство Статус